В начале совещания глава города Андрей Шубин наградил участников компании «Останови поджоги травы». Дипломы от руководителей и координаторов противопожарного проекта «Гринпис» получили заведующая Любовь Бойкова и воспитатели Людмила Левашова и Юлия Максименкова, детский сад «Ласточка». Продолжается кампания по ремонту тепловых сетей города. В следующий момент все дефектные участки по результатам проведенных гидроиспытаний заменены. Дома поставлены циркуляцией. Сегодня будет ограничение по горячей воде в ряде домов второго микрорайона в связи с полуграничным гидроиспытанием. Испытание продолжится до конца недели кустовым способом с включением незначительного количества домов в целях комфортного нахождения жителей. В Десногорске стартовал 10-й военно-патриотический слёт Отечества. В этом году в нём принимают участие команды из Смоленска, Десногорска, Соснового Бора, Курска, Удомли и Республики Беларусь. Начиная с 21 июня в городе проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. 21 июня на городской эстраде состоится ретро-вечер. Завтра была война, посвящённая Дню памяти и скорби. Начало вечера в 19.30. 22 июня с 10 до 12 возложение венков и цветов на кургане Славы возлагается в свободном порядке представителями всех учреждений и предприятий нашего города. И одновременно состоится акция «Зажги свою свечу, свеча памяти». То есть в то же время с 10 до 13 на кургане Славы. 24 июня на территории городского пляжа в 18.00 пройдёт День молодёжи. Продолжается оздоровительная кампания. В образовательных учреждениях собирают списки детей на вторую смену. В июле лагеря будут работать на базе первой, второй школ и дома детского творчества. Выпускники сдают последние итоговые экзамены и готовятся к выпускному балу, который пройдёт в городе 29 июня.